Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlogTV и в Берлин. Мы сейчас находимся в парке, который называется как? Фолькспарк, Фридрихсхайн. В общем, сегодня у меня в гостях и я в гостях в Берлине у Миши. Привет! Мне попалась вакансия в Бразилии. Я приехал туда на один проект, который был, в общем, копией дропбокса, что происходит в Бразилии, и всякие отрезанные головы, фавелы, наркомания и так далее. Как вообще работается с бразильцами? Иногда бразильцы думают, как назвать переменную в коде по полчаса. У тебя появляется на горизонте вакансия в Германии, да? И расскажи о том процессе собеседования, который ты прошел. Да, значит, меня нашел рекрутер, сторонний рекрутер. Это, кстати, очень популярная практика здесь, в Германии, что очень много рекрутеров, рекрутинговых компаний из Великобритании, которые ищут специалистов для Германии, например. И, в общем-то, этот парень, он нашел меня на LinkedIn, просто написал мне. Я тогда не искал работу, но тогда у меня уже, как бы, появлялись мысли о том, что нужно, может быть, переехать в другое место. Потому что курс поднялся доллара и евро, и жизнь стала дорогой. И, в общем-то, в принципе, похожая ситуация, что и в России в 2014 году приключилась. И, ну, я решил откликнуться, почему нет, попробовать. Немецкая компания в Берлине. Неизвестно было, сколько денег, но я просто... Ну, почему бы и нет? Они мне скинули тестовое задание, я его прошел, выполнил. Через несколько дней со мной связались, сказали, что да, давай продолжим. Поговорил технически с... Как бы с моим тимлидом и с одним разработчиком. Все было достаточно просто, то есть не было никаких сложностей, никаких вот этих вот дурацких алгоритмических вопросов. И сам таск был, на самом деле, очень такой, я бы сказал, хороший, потому что там не было, опять же, каких-то алгоритмов, каких-то там стандартных, как работает хэш-мэп, как, не знаю, работает там ArrayList. А там была какая-то задача, которая, в принципе, она используется в компании. Написать какой-то сервис. Но не было ничего сложного, но при этом все равно можно понять по этому таску, как человек, ну, собственно, работает, и как он относится там к тестированию, как он относится к определению там интерфейсов и так далее, документации и качеству кода. И тестовое задание было... Больше практик надо было написать сервис с какими-то эндпоинтами, возвращает какие-то данные, все это нужно было протестировать. И, в общем-то, ребята оценивали работу. В общем, как я буду работать у них в компании, и как я пишу код, документацию, тесты, а не какие-то мои там математические знания или как там структуры данных работают. Да, это тоже, конечно, нужно, но все-таки здесь как-то ценится больше, насколько ты хорошо интегрируешься в компанию и в процесс. И я поговорил со своим темлидом и с другим разработчиком. Они мне спрашивали уже больше вопросы. После тестового задания они мне спрашивали уже больше про то, как я работаю с людьми. То есть были такие вопросы, которые менеджмент интересовался больше. Как я решаю какие-то проблемы, конфликтные ситуации. Были еще тоже какие-то технические вопросы, бэкграунд. Ну и в конце концов я получил оффер. Потом я говорил с, точнее нет, до оффера я говорил с техническим директором о зарплате, о том, как я буду переезжать, сколько они заплатят за переезд. То есть, кстати, в этот раз все было не очень так радужно, как в бразильском варианте, потому что мне, по-моему, ограничились полутора тысяч евро за переезд и все. То есть, по сути, это было как-то мало. Кстати, насчет визы все было очень тоже просто. В Германии очень все быстро. Вот тут... Сколько занял процесс? Не знаю. Там больше процесс подписания документов занял с нашей стороны, то есть с моей стороны, со стороны компании. Они, чтобы получить визу, ты должен иметь диплом, оффер от компании и какие-то там документы. А, твой институт должен в какой-то базе немецкой находиться. Ну, там, по-моему, вообще все институты находятся. Очень сложно не попасть. Иначе там просто процесс немножко сложнее. Там нужно какую-то аккредитацию делать, но это тоже не все так печально. Я назначил собеседование в консульстве, принес все документы. В Германии вот все, что написано на сайте, никаких отклонений, все четко. Ты принес это, это все хорошо. Жди там столько-то, будет ответ. И мне дали ответ. Мне прислали паспорт почтой через три недели. Я уже с этой визой мог ехать в Германию. Эта виза временная, то есть они не дают сразу постоянную визу. Но с этой визой ты просто приезжаешь, можешь уже работать, и в это время ты подаешь документы на blue card. Это такая своеобразная вид на жительство, да? Да, да. Которая действительно четыре года. Ну, там на самом деле разные, по-моему, сроки, но вот у меня она действительно четыре года. Всего процесс у меня занял, по-моему, месяц. Именно получение визы. Поэтому это очень быстро. У них все четко. Да, у них все быстро и четко. Ты приехал и стал работать в компании, которая занимается чем? Софтом. Софтом, это понятно. Ну, расскажи о своем проекте. Да, значит, компания занимается digital marketing. Мы делаем, в общем, автоматизированный SEO. Плюс, контент-маркетинг. То есть, ну, все, наверное, знают, все айтишники знают, что такое SEO. Search engine optimization. И это такая тема, я не знаю, многим она не очень нравится, но у нас, например, это все, ну, автоматизировано. То есть, мы это делаем для крупных клиентов, типа eBay, Zalando. Это здесь местная компания, которая одежду продает, для крупных игроков. и, в общем, я приехал работать с данными. Компания собирает кучу данных, агрегирует их, делает процессинг. Тоже здесь есть Hadoop, много Java, microservices. И моя работа заключается в процессинге данных, предоставлении этих данных другим командам. Давай тогда о различиях рабочего процесса. Вот мы поговорили с Бразилией и Россией, а теперь с Россией и с Германией. Окей. Здесь тоже, ну, я не могу судить, на самом деле, очень строго, но, или сравнивать. Я работал всего лишь в одной компании, здесь, в Германии. И процесс другой. То есть, здесь опять нету аналитиков системных. Тут есть бизнес-менеджеры, которые, в общем-то, определяют там продукт, что, какие фичи должны быть. Дальше все это уходит тем лидом на разработку, все это грумится. Здесь скрам, был, когда я приехал. Были обычные спринты по две недели, ретроспектив. То есть, для меня после Бразилии это был какой-то абсолютно другой мир, и тут я реально видел какой-то современный процесс. То есть, здесь они пытаются применить какие-то современные технологии. Именно в процессе разработки. То есть, технологии менеджмента, технологии разработки. Если сравнивать с Россией, то в России как-то все было по старинке. То есть, не было никакого agile. Но, с другой стороны, это тоже работает. Может быть, даже и лучше. Сейчас мы здесь используем канбан. То есть, мы пробуем последние сколько? Месяцев пять. Вот. Люди более профессиональны по отношению к бразильцам. Есть немцы, которые прям вот правило. Вот так должно быть. Ни шагу влево, ни шагу вправо. Это даже иногда хорошо, иногда нет. Но, абсолютно другой опыт работы. Но я считаю, что он гораздо лучше, чем в Бразилии. С Россией не знаю, может быть. Ну, а какого тебе работать с немцами, ты сказал? А какого тебе дружить с немцами? Дружить с немцами очень сложно. Нужно планировать походы куда-нибудь там в парк, выпить пиво заранее. За неделю, за две. Очень мало людей записывать в календарь. Да, надо записать в календарь. Но, с другой стороны, они как бы, если они сказали, то они сделают. То есть, они ответственные люди. Не то, чтобы разбразиться, могут сказать, пойдем в пятницу пиво попьем. Он сам пригласит и сам потом не придет. И ничего не скажет тебе. Какие у тебя вообще планы на карьеру? Допустим, как ты себя видишь через пять лет? Вообще, здесь, я приехал сюда работать сеньором Java developer. И сейчас я Team Lead. То есть, я буквально недавно стал Team Lead. Team Lead. Именно дисциплинарным и Team Lead процесса, я не знаю, как это сказать. Процесса разработки. То есть, тут, в принципе, может быть такой вариант, что ты дисциплинарный Team Lead, но технически какие-то вопросы решают другие люди. Но в этом случае у меня и то, и то. До этого я был сеньором, как я сказал. Потом я стал Technical Lead, который как бы был ответственен за техническую составляющую, но, как я сказал, без дисциплинарной части. То есть, я был, в принципе, у нас был Team Lead, но я был внутри большой команды, и этой команды требуются люди, которые принимают какие-то решения технические. Вот. После Team Lead, пока я хочу быть Team Lead, куча задач здесь, хотите, обращайтесь, если хотите работать в Германии. Да, кстати, вы же набираете, да, разработчиков? В Германии очень туго с ресурсами, компании, очень многие привозят людей из-за границы. Мы недавно наняли одного бразильца из Турции, ребят, в общем, русские у нас работают тоже. Ну, я думаю, что, Миша, ты мне скинешь job description, и я помещу его в описании, ну, или, если есть желающие, то пишите мне на почту. А ты проводишь собеседование же? Да. Ну, расскажи, что ты спрашиваешь обычно? Ну, в последнее время у меня просто нет времени, у нас есть ребята, которые ответственны именно с технической точки зрения за набор персонала, но я тоже участвую, я не во всех собеседованиях участвую, я сейчас в принципе участвую только в собеседовании Team Leader, когда уже человек прошел все этапы технические, я уже дальше его спрашиваю именно вопросы такие поведенческого типа, то есть. Ну, расскажи о них, это тоже интересно, насколько это важно в Германии? Ну, да, в Германии это важно, то есть, человек может быть классным разработчиком, он может писать там, отличный код, да, но он может быть очень тугим, там, в общении с людьми, он может не, он что-то сделает, да, или найдет какую-то ошибку, исправит ее, но не поделится своим опытом, то есть, немцы очень любят, когда, так сказать, share your knowledge, и, возможно, даже они выберут скорее человека более открытого для общения, нежели прям какого-то супер гика-разработчика, который закрытый, да, ну, например, ситуация, банальный вопрос, человек, ну, два разработчика, да, они работают вместе, должны решить какую-то задачу, возникает, ну, не знаю, спор или конфликтная ситуация о том, один хочет так сделать, другой хочет так сделать, ну, как они будут решать этот вопрос вместе? И правильный ответ? Это мы узнаем, когда вы скинете свое резюме. Хорошо. Ну, на самом деле, здесь всегда нужно искать компромиссы, да, то есть, в большинстве случаев так и происходит, да, ребята, в принципе, всегда понимают, что, ну, не бывает таких вариантов, что прям вот нужно обязательно делать так, как я сказал, да, люди все эластик, вот, в конце концов, есть тем лид, к которому можно подойти и спросить, и сказать, что вот у нас такая проблема, и вот он решит. Да. Вот. Как-то так. Как тебе Берлин и Германия в целом как место для жизни? рассматриваешь ли ты, что ты проживешь здесь всю жизнь? Всю жизнь? Даже не знаю, но вот конец жизни здесь, в принципе, неплохо прожить, когда ты уже состаришься, потому что здесь очень хорошие социальные условия, да. Да, кстати, скажи, сколько у тебя отпуск? У меня отпуск 30 дней. 30 рабочих дней. 30 рабочих дней, да, если ты, это сколько, 6 недель? Да. Это реально, ну, выходные не считаются как отпуск, то есть это только рабочие дни. Ну да, а вся Америка позавидовала тебе. Может быть, Россию тоже. Да, Россию тоже. Потому что, насколько я знаю, в России считаются 20 рабочих дней, там, там календарных, по-моему, и 20 рабочих. Ну, помимо того, что здесь такой отпуск, что еще есть? Да, тут очень сложно человеку уволить. Можно для, тут очень хорошо с детьми. Во-первых, ну, если вы женаты, то, ну, или замужем, то налог меньше. С детьми государство платят еще дополнительные деньги, на ребенка, 200 евро на одного ребенка в месяц. Это помогает. Бесплатные садики, бесплатные там секции. То есть, на самом деле, да, есть медицина здесь неплохая. Ну, тоже есть проблемы, нужно записываться заранее. Ну, да, там, за неделю, за две. Очень большие сборы у них на медицину. То есть, у меня получается сейчас налог где-то в общей сложности процентов 40-42. И из них 15% это медицина. И еще 15% от моей зарплаты платит компания. То есть, в общей сложности это очень, реально, большие деньги уходят на социалку, но при этом каждый человек в Германии, кто приезжает, должен быть застрахован. Это закон. И я вот пользуюсь, например, публичной страховкой, ну, обычной страховкой в Германии. И если что-то случается, все это покрывается государством. Конечно, нет каких-то там dental care, то есть, там не будут делать какие-то супер, какие-то коронки, там, не знаю. То есть, это все за дополнительную плату. Ну, понятно, что здесь очень хорошая такая стартап-тусовка, много программистов, есть работа, все хорошо. Что касается вообще, не знаю, устройства города, насколько здесь удобно, транспорт, все вот это. Да, насчет программистов, здесь их реально полно. Буквально недавно мы с коллегой шли с работы, поздно вечером, и обсуждали Kubernetes, и мы стояли на станции, на станции трамвая, остановке трамвая, и просто какой-то парень прошел мимо и сказал Kubernetes rocks. Вот. Ну, кучу разработчиков здесь можно встретить на улицах, там, очень много людей встречаются, которые говорят про программирование, да, и так далее. Наверное, как в долине. А в целом, город очень развитый, инфраструктура здесь очень классная, в плане транспорта вообще супер. Тут такие есть отдаленные места, просто вместе, сравнивать, там, с Москвой, в принципе, до которых там без машины вообще не добраться. Или там в Штаты, например, да, где там вообще без машины никуда. А здесь можно на трамвае доехать куда-то вообще там очень далеко. И все как-то удобно, быстро. Да, немецкий транспорт это не прямо вот минуту в минуту они опаздывают. Так что это скорее там стереотип какой-то. Очень часто они опаздывают, но в целом транспорт отличный. Очень хорошо работает. Но он, в принципе, и дорогой тоже. То есть, если так брать, покупать билет, он стоит 2,70 или 2,80 евро. Я слежу за твоей речью, да, и ты часто вставляешь английские слова. Ты немецкий не знаешь. Ich spreche ambition deutsch. Ну, вопрос мой такой. Как вообще тебе живется здесь без знания немецкого языка? Отлично. это хорошо, на работе, допустим, у вас там все общаются на английском, но в жизни, не знаю, в каких-то госструктурах? Вот с этим проблема, да. Я не часто хожу по госструктурам, но когда надо, это беда. И немецкий еще язык такой странный, что, блин, не знаю, очень сложный для меня, по крайней мере. и возникают проблемы, там приходится как-то объясняться, не знаю, я с Google Translate хожу. Некоторые, я слышал историю, что некоторые клерки, как это называется, которые работают в государственных организациях, они даже иногда отказывают, если ты начинаешь говорить по-английски, они говорят, все, уходи, типа, мы по-немецки только говорим. в магазинах очень много таких возрастных людей, которые работают на кассах, и они тоже не говорят по-английски. Возникают проблемы. Вообще, у меня была такая же проблема с португальским в Бразилии. К врачам тоже было сложно записаться без знания португальского, но в конце концов я выучил португальский, вот, и до сих пор говорю на португальском. Я надеюсь, что так же выучатся немецкий, но посмотрим. Расскажи, что ты изучаешь? Изучаешь ли ты что-то в нерабочее время, не знаю, какие-то, на твой взгляд, перспективные вещи, технологии? Ну, сейчас я больше изучаю, как бы я над проектами над своими работаю, да, то есть все-таки атмосфера какая-то, там, Берлина, там, каких-то стартапов подстегивает к тому, чтобы что-то свое начать, вот, а так, да, у нас, например, ну, в рамках компании мы часто, у нас часто организуются какие-то саммиты, поездки куда-то, да, на какие-то конференции, у нас есть бюджет на это, например, сегодня у нас в Берлине был AWS Summit, пол-офиса туда ходила, вот, и, кстати, в Берлине очень много ивентов айтишных происходит, а сам я, да, слежу за новыми технологиями, больше в сфере Big Data, Big Data Processing, распределенные системы. Смотри, где искать работу в немецких компаниях, сайты, где размещаются вакансии в Германии? есть местный сайт, называется Xing, не знаю, как правильно его произнести, как немцы его произносят, но это чисто для, я бы сказал, что это не для айти-индустрии, если там какие-то есть айтишные вакансии, ну, в принципе, их достаточно много, то они больше ориентированы на немецкоговорящих людей. А так, LinkedIn, то есть тут, не знаю, я получаю очень много предложений, сообщений, точнее, не предложений, сообщений, вот такая-то работа в Берлине, каждый день очень много. потому что я как раз не так давно рассказывала о том, что как важен ли ты для того, чтобы найти работу в американской компании, но я думаю, что вот... Здесь я считаю, что это самый такой продвинутый и самый используемый источник. Вот, например, американское резюме и русское резюме, да, российское, оно очень отличается, вот прям очень. Есть ли такое здесь, что вот ты, например, приходят же тебе какие-то резюме от русскоговорящих, там, которые переезжают, да, ты видишь их? Есть какие-то вот вещи, которые считаются нестандартными здесь? Сложный вопрос, если честно, но основная вещь, это многие люди пишут очень много, то есть там просто какие-то поэмы прям, очень много текста, очень сложно читать, а некоторые пишут очень мало. Кстати, в последнее время русских резюме я немного видел, но основные вещи я бы сказал, что это подчеркнуть свои experience, да, в нескольких предложениях, что ты делал там на каждом месте своей работы, с какими технологиями ты работал, то есть не расписывай прям детали какие-то, да, как бывает, как ни странно, люди пишут такое, что прям вот прям можно проследить все, что они делали. Ну, в завершении этого интервью я предлагаю тебе дать напутственные советы относительно, можно, жизни, каких-то бытовых вопросов, переезда, и, может быть, что изучать для того, чтобы быть востребованным на немецком рынке? На немецком рынке сейчас прям горячий топик это data science, я думаю, что это там в Штатах также, data engineering, очень мало, есть data scientists, есть там Java-разработчики, очень много позиций и спрос на data engineering, то есть людей, которые интегрируют работу data scientists в компании, да, которые там деплоют, мантейнят эти сервисы и алгоритмы, которые делают data science, ребята, например, у нас в компании тоже есть несколько позиций на это. Scala популярна очень, Java тоже, я бы сказал, что Scala уже так прям набирает обороты очень классно здесь, быстро, и опять же этот big data топик, так что изучайте Hadoop, Kafka, Spark, Scala, Java, все будет супер. Спасибо, отличные советы, спасибо за интервью, за то, что откликнулся и согласился дать интервью. в любом случае, заглядывайте в описание к этому видео, там будет job description, присылайте резюме, у нас на этом все, и не забывайте подписаться на канал и поставить нам с Мишей лайк. И не вставляйте фотку в CV в своем. Не вставляйте, да. На этом все, всем пока, встречаемся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok